Доступность городской среды для инвалидов в последнее время не остается без внимания властей. Вот только самих представителей маломобильных групп зачастую не спрашивают о том, что могло бы упростить их жизнь. Светлана Небова, мама ребенка с ограниченными возможностями, выступила с инициативой создать в Ивановской области единый реестр автомобилей инвалидов. Создаются список, который будут иметь сотрудники ГИБДД. И в том случае, когда автомобили, по их мнению, нарушают правила дорожного движения, например, это когда проезжает паркон и фотографирует, да, и потом присылает штраф. В данном случае, если будет существовать такой реестр, то организации, которые выписывают штрафы ГИБДД, они перед тем, как выписать штраф, они могут проверить, имеет ли право данный автомобиль парковаться под этим знаком. И в этом случае не выписывается штраф, и мама, которая перевозит ребенка инвалида, не тратит время на то, чтобы ездить в данную организацию с документами и доказывает, что она имеет право здесь парковаться. На самом деле, маломобильная категория граждан является таковой только номинально. Инвалиды в большинстве своем передвигаются на авто. Больницы и прочие соцучреждения ездить приходится много. В связи с этим возникают проблемы. У меня была такая ситуация, мне выписали штраф, мне пришлось три раза ездить в эту организацию, возить им документы, писать заявление. То есть я доказала, что я имела право парковаться под знаком «Остановка запрещена по отчетным или по нечетным дням», так как у меня автомобиль, на нем есть соответствующие информационные наклейки «инвалид». У меня был ребенок в автомобиле, ребенок-инвалид. Но мне все равно, несмотря на это, выписали штраф, потому что да, я согласна, автомобиль стоял под знаком, я не имела права там парковаться, но мне пришлось три раза к ним съездить, показать все документы, написать заявление, сделать копию этих документов, и да, мне этот штраф отменили. Но я на это потратила время. То есть мне пришлось ездить на другой конец города. То есть ребенок ездил вместе со мной. Это неудобно. Вместо того, чтобы потратить это время на реабилитацию или на лечение своего ребенка, я потратила это время на доказывание, что я имела право там парковаться. Кроме того, это позволит парконам работать не только вблизи торговых центров, но и на дорогах, прилегающих к социальным учреждениям. Сейчас по ним работают патрули ДПС, но, очевидно, успевают не везде. В Московской области такой перечень транспорта инвалидов есть. Правда, в нем нет данных о машинах из других регионов. Всероссийский перечень мог бы исправить ситуацию, но для этого новация должна внедряться в регионах. Светлана решила начать с малого, но оказалось, и это непросто. Я разговаривала с сотрудниками, естественно, с начальниками определенных структур ГИБДД, с департаментом транспорта, с департаментом здравоохранения. Я даже звонила в министерство транспорта в Москву, город Москва. В основном все говорят, ой, мы ничего не знаем. Или, например, отправляют там по инстанции, дают какие-то другие телефоны, звоню по этим телефонам, тот же самый ответ. То есть пока, в общем-то, замкнутый круг. Даже перечисление занимает немало времени, не говоря уж об отправке запросов и звонках. Результат предсказуем. В соцзащите ответили, и с этим сложно поспорить, что транспортом они не занимаются. Данное обращение действительно поступило в департамент социальной защиты населения. В настоящее время это обращение рассмотрено. Дело в том, что создание подобного реестра в компетенцию департамента социальной защиты населения Ивановской области не входит. И все, что департамент социальной защиты может для инвалидов, в части даже для детей инвалидов, предложить, это все социальные услуги во всех формах социального обслуживания. В дорожном департаменте нет сведений об инвалидах. А в ГИБДД утверждают, что и так делают все возможное для маломобильных групп. Инспекторы ДПС, сотрудники различных подразделений ГИБДД в процессе повседневного внесения службы так или иначе сталкиваются с такими нарушениями правил дорожного движения и активно их пресекают. А ведь у соцзащиты есть сведения о наличии или отсутствии инвалидов в транспортных средств. Но это выходит за рамки полномочий одного департамента. Бюрократический тупик. Но Светлана трудностей не боится. Ни ей одной. Создание реестра кажется давно назревшей необходимостью. Потому женщина составляет петицию, подписать которую уже готовы многие родители детей инвалидов. Документ Светлана хочет направить сразу к губернатору. Очевидно, без его помощи многочисленные ведомства между собой не договорятся. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.